Госпожа президент предложила, что в день проведения выборов президента провести референдум. Вот это она не имеет права. И парламент не имеет права объявить, и на время с выборами президента объявить и проведение референдума. Потому что это запрещено законом, конституцией и избирательным правом. В нашей республике таких примеров не было никогда. Я и не знаю других примеров из европейских стран, где такое совмещение выборов, неважно, парламентские, президентские или местные выборы, и одновременно с этими выборами провести референдум. Ну а в 2019 году разве это не было совмещение, когда демократическая партия была инициатором референдума? Или это был консультативный референдум? Даже консультативный референдум не должен быть. Потому что вы правильно подметили, есть консультативный референдум, а есть и нормативный. Законодательный или... Законодательный. То есть, те вопросы, которые выносятся на законодательном референдуме, они имеют силу закону. По результату, если референдум считается проведенным в соответствии с законом, то есть, признается его конституционность. Ну вот, к слову о том, что вы сказали, мы в процессе подготовки к программе все-таки изучили избирательный кодекс, и в избирательном кодексе написано, что референдум не может проводиться в день парламентских, президентских или всеобщих местных выборов, а также в течение 60 дней до этого, до дня выборов, и 60 дней после. То есть, соответственно, мы ожидаем данный референдум минимум за два месяца до дня президентских выборов. Великий законодатель, как подумал и хорошо записал в законе, что не то, что совмещать, а как-то до этого, вы правильно подметили, 60 дней и 60 после. Потому что, ну, законодатель имеет в виду, что избиратель, когда придет на референдум, он должен был как-то успокоиться после всех этих политических агитаций, агитаций за выборы президента или парламентских, или местных выборов и так далее. Ну, с точки зрения права, с точки зрения Конституции, это очень и очень хорошо прописано. Но, с точки зрения нынешних политиков, это трудно сказать, как они решат этот вопрос. Потому что, в принципе, для меня, с учетом того, что делается до сих пор, для меня не будет удивлением, если парламент так и решит, одновременно с президентскими выборами провести референдум. Потому что они не признают нынешнюю власть, не признают ни Конституцию, ни тем более закону.